Учим ищи и повторжам и вшистки можливы комбинации з литеркон зет. З. Если над буквочкой З стоит точечка, мы уже ее читаем твердо. Ж. Если же стоит черточка, будем читать мягко. Ж. И эту же мягкость перед гласными на письме мы будем передавать с помощью буквочки И. Ж. А сегодня мы выучим, как же эта буквочка Ж дружит с буквой Д. Вообще все комбинации буквы З дружат с Д и часто встречаются в польском языке. Д, З мы будем читать как Дз. Дальше ДЖ. И соответственно наша мягкость. ДЖ. ДЖ. З черточка мы будем писать, когда слышим эту мягкость в конце слова или перед согласным. Правило здесь не меняется. Когда же мы будем слышать эту мягкость перед гласным, мы ее будем передавать с помощью буквочки И. ДЖ. На пшик вот ДЖЕЙНЬ. Видим, что здесь гласное, поэтому буква И. ДЖЕЙНЬ. ДЖВИГ. Здесь согласное, поэтому Ж. ДЖВИГ. ПОНИДЖАУЭК. Перед гласным передаем с помощью И. Мягкость. ДЖВЕНЬ. Перед согласным передаем мягкость с помощью черточки. Вы должны запомнить, что в польском языке на письме не бывает такого, чтобы стояла любая буква с черточкой Щ, Ч, Ж, НИ, а после нее гласное. Это бывает очень редко в каких-то словах заимствованиях, но в большинстве случаев 99% никогда такого не бывает. Если мы слышим мягкость перед согласной, передаем ее с черточкой. Если это мягкость перед гласной, мы уже будем ее передавать с помощью буквы И. ПОНИДЖАУЭМИ ЧИТАЧЬ. ПРОШЕ ПОВТАЖАТЬ. ДЖАДЕК. ДЕДУШКА. ДЖЕЙНЬ. ДЕНЬ. ДЖЕЙЧЕНТКО. РЕБЁНОЧЕК. ДЖЕЦКО. РЕБЁНОК. ДЖЕЧЕНЦЫЙ. ДЕТСКИЙ. ДЖЕЧИНЬСТВО. ДЕТСТВА. ДЖЕДЖИЧИЧ. УНАСЛЕДОВАТЬ. ДЖЕДЖИНА. СФЕРА. Например, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЖЕВЕНЧ. ДЕВЯТЬ. ДЖЕЩЕНЧ. ДЕСЯТЬ. ПОНЕДЖАЛЕК. ПОНЕДЕЛЬНИК. НЕДЖЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПОЖДЖЕРНИК. ОКТЯБРЬ. ГРУДЖЕНЬ. ДЕКАБРЬ. РОДЖИНА. СЕМЬЯ. ДЖЕКАН. ДЕКАН. ДЕКАНАТ. ДЕКАНАТ. ДЖЕННИКАЖ. ЖУРНАЛИСТ. ДЕВЧИНА. ДЕВУШКА. ДЕВЕНЧ СЭТ. ДЖИК. КАБАН. ДЖЕНЬКОВАЧ. БЛАГОДАРИТЬ. ДЕЙКУЕ. Я БЛАГОДАРЮ. Я ГОВОРЮ СПАСИБО. ДЕЙКУЕ. ПРОШЕ. ПОЖАЛУСТА. И именно от первого лица. Единственное число мы говорим. Я ГОВОРЮ ПОЖАЛУСТА. ПРОШЕ. Вы на канале Польский по полочкам. И с вами дипломированный преподаватель польского языка Аврамышина Татьяна. ДЖИЧ СЕГОДНЯ. УМАВЯТЬЩЕ. ДОГОВАРИВАТЬЦА. ДЖУРА. ДЫРА. ДЖИВИЧЩЕ. УДИВЛЯТЬЦА. ВЕДЖИЧ. ЗНАТЬ. ВИДЖИЧ. ВИДЕТЬ. Обратите внимание, поменялась только одна буква. И полностью разное значение слов. ВЕДЖИЧ. ЗНАТЬ. ВИДЖИЧ. ВИДЕТЬ. ПОВЕДЖИЧ. СКАЗАТЬ. ДОВЕДЖИЧЩЕ. УЗНАТЬ. СПРАВДЖИЧ. ПРОВЕРИТЬ. ВЫОБРАЖИЧ. ПРЕДСТАВИТЬ. ХОДЖИЧ. ХОДИТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ. ОПОВЕДЖИЧ. РАССКАЗАТЬ. СПОДЖЕВАЩЕ. НАДЕЯТЬСЯ. ЕЗДЖИЧ. ЕЗДИТЬ. НУДЖИЧЩЕ. СКУЧАТЬ. ОПХОДЖИЧ. И ОБХОДИТЬ. КАКОЕТ-ТО ПРЕПЯТСТВИЕ. И ПРАЗНОВАТЬ, НАПРИМЕР, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ПОТЩИБОВАЩЕ. НУЖДАТЬСЯ. ПРЕДСТАВИТЬЩЕ. ПРЕДСТАВИТЬЦЯ. ПРАЗНОВАЩЕ. ПРАЗНОВАЩЕ. ПРИМЕРЯТЬ. ПРАЗНОВАЩЕ. СПУЖНИЧЩЕ. ОПОЗДАТЬ. СТОСОВАТЬ. УПОТРЕБЛЯТЬ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. УПАЩЕ. УДЕЖИЧЩЕ. УДАРИТЬСЯ. помните, что к каждому занятию самоучителя есть конспект, по которому вы можете учить слова. Ссылка на него прикреплена под видео. Я вас поздравляю, у нас уже 39 букв и буквосочетаний польского языка. Новых не будет, мы уже со всеми познакомились. Следующих три занятия мы будем подытаживать, разбираться в мелочах всех правил чтения польского языка. Также познакомимся с буквами алфавита и, конечно же, доучим до конца наши первые тысячи польских часто употребляемых слов. Па!